Всем привет! Сегодня мы продолжаем серию циклов видео под названием Черноморский фронтир, которые посвящены истории многонациональных поселков Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа после 1864 года во взаимосвязи. То есть мы говорим о периоде немножко до конца Кавказской войны и изгнания черкесов-адыгов с побережья и о том, что произошло далее и что из прошлого сохранилось и было воспринято новыми поселенцами. Наш виртуальный путник сегодня приезжает в Адлер, и мы поговорим об этом поселке и о его окрестных вот этих вот селениях, хуторках, которые и существовали или существуют сегодня. Одним из первых народов, который после окончания Кавказской войны и исхода адыгов-черкесов с побережья переселился в обратном направлении с Османской империи, это были греки, которые наряду с армянами были наиболее приспособлены к этому климату, к типу хозяйства местных, местного климата, горно-прибрежного. И в Адлере они также были первыми. Греки основали в 1866 году селение Первинка на территории Адлера. Собственно, само название его говорило само за себя, то есть одно из первых поселений уже новых жителей на побережье. Это селение долгое время существовало как такой пригород Адлера, и там была церковь именно в греческом стиле, домики в занятной архитектуре достаточно, то есть такое типично греческое поселение, которое в 1941 году исчезло в связи со стройкой Адлерского аэропорта. То есть оно находилось фактически на его месте, а греков переселили на новое место, даже скорее так скажем расселили, не то чтобы их компактно переселяли куда-то. Собственно, поселок Адлер несет свое название от богатого абазинского селения общины Ард или Ареда, которая на турецкий манер звучит как Ардлер. Эта община проживала до конца Кавказской войны вдоль всего основного нижнего течения реки Мзымта, вплоть до ее устья падения в Черное море, и считалась она очень богатой, зажиточной. На территории этой общины находился крупный рынок, как раз вот в устье Мзымта, где сегодня находится поселок Адлер. Там постоянно не жили, то есть эта территория была довольно болотистой, и вот тот участок, на котором находится сегодня Адлер, он был отведен под обширный такой рынок, на котором местные жители торговали с турками, торговали медом, воском, кукурузой или просом, лесом, это тисовое и самшитовое дерево, и конечно же рабами, как самым элитным товаром. В 1837 году на месте этого рынка высадился российский десант, который после кровавого сражения на берегу, как там были устроены завалами местными жителями, закрепился на этом участке и выстроил довольно стремительно одно из самых мощных укреплений Черноморской береговой линии Российской империи под званием Святого Духа. Крепость или форт Святого Духа. Макет той самой крепости не так давно, да и по сей день вызывает активные скандалы и бурления в формате памятника с не очень удобоваримой фразой в самом Адлере сегодня. Во время высадки десанта погиб Бестужев-Марлинский, это кавказский писатель Декабрист, который был сослан на Кавказ за такие декабристские очень своевольные высказывания, служил в Дагестане долгое время, а потом на территории Северо-Западного Кавказа. Бестужев-Марлинский чем интересен, он написал немало повестей, рассказов о историях, связанных с Кавказом, с его народами, поскольку он хорошо знал языки, он хорошо понимал психологию, знал местные легенды, местные биографии этих жителей и очень интересные рассказы у него остались. Но, к сожалению, погиб. Тут форт или укрепление Святого Духа просуществовало до 1855 года, когда его в разгар Крымской войны или Восточной войны российские войска самостоятельно оставили и взорвали. Происходила эвакуация с Черноморского побережья и ликвидация с целью упредить попадание огромного количества гарнизонов в окружение. И более этот форт не восстанавливался, то есть его руины так и остались там лежать. В конце Кавказской войны, 1864 год, сюда возвращаются российские войска, устанавливают небольшой пост. Поселка сначала не появляется здесь. То есть это место представляло собой долгое время такое унылое, заросшее поле кустарником с несколькими домиками, на нем вокруг болот. Здесь стояли домики турецких и греческих ловцов-дельфинов. На пляже прям вытапливали из них жир на продажу, который очень был в то время популярен. Поэтому стояла страшная вонь постоянно на берегу. Очень неприглядное местечко было. В 1877 году начинается русско-турецкая война и десант, который высаживается как раз в Адлере в том числе, в Абхазии. Он сжигает этот пост скромный достаточно и окрестные селения многие. После чего место окончательно опустело. А история самого поселка современного Адлера начинается вот ровно после этой войны, когда сюда, на это опустевшее место, пришли русские, молдавские и украинские переселенцы, которые жили до этого чуть севернее в поселке Ахштырь. Этот поселок был тоже уничтожен ядрами этого турецкого десанта. И вот они, вернувшись, решили обосноваться уже в Адлере. С этих пор отчисляется собственно история поселка Адлер современного. С этими новыми поселенцами рядом стали приживаться греческие семьи, грузинские семьи, турки, ну то есть мы уже знаем, что греки и турки добывали дельфиней жир. Собственно они вернулись заниматься тем же самым. Турки занимались табаком, как и молдаванием. Появились еще болгары, которые распахали огороды, ну и все остальные понемножку занимались. Были еще петербургские помещики, которые владели отдельными участками, но, как правило, даже в глаза не видели. Просто спекулировали ими на рынке и движенности. Расцвет поселка случился только в 1915-16 годах, когда здесь уже появилась автомобильная дорога Новороссийск-Сухум, шоссе вот это, когда здесь уже заканчивалась постройка железнодорожной линии, которая тянулась по побережью в сторону Абхазии. Здесь появилась таможня, офисы пароходных компаний. Адлер приобрел вид такого маленького, но уютного такого имперского типичного городка с каменными зданиями, с магазинами, с кинотеатрами первыми, с театрами, ну то есть со всеми видами развлечений того времени. Появилась здесь и армянская община в то время, уже довольно активная, тоже они табаководы в основном были, табачными плотациями занимались. И только в советское время, уже при Сталине, в сороковых годах, когда греки на побережье попали под репрессии и были высланы в Казахстан, армянская община, ввиду отсутствия конкуренции в определенных хозяйственных направлениях, она стала доминировать в Адлере. К востоку от Адлеров, бывшей болотистой долине, которую раньше называлось словом Лиэш, ныне она известна как Эмеретинская, в 1911 году поселились казаки-некрасовцы, которые прибыли сюда из Османской империи, приселились, такие давние враги России были, ну которые вот все-таки постепенно начали возвращаться. И поселившись там, они из турецкого хамедие пришли, осели и основали поселок Марлинский, в честь вот того самого писателя, который погиб здесь во время десанта в 19 веке. К 1926 году они остались последними на побережье, большая часть пришедших с ними казаков-некрасовцев из других районов переселились на Дон, в ту сторону, в Ставрополье. И эти вот некрасовцы остались здесь последними фактически. В этом поселке они жили до 2011 года, потом их расселили в связи с постройкой стадиона Фиштон. Расселили их чуть подальше, в отдельный поселок Некрасовский, в котором они сегодня живут. Также к северу от Адлера, в самом еще начале, еще до того как он появился как поселок, в 1869 году появилось селение Высокое. Это то самое селение, где жили будущие основатели поселка Адлер, вот эти семьи славянские, молдавские, которые изначально в этом высоком поселили. Потом, через несколько лет, в 1870-е годы, они приметили, что бывший солдатский поселок Ахштырь был оставлен солдатами, их расформировали, эти батальоны горные, солдат, которые жили вместе с семьями при этих постах. И Ахштырь был одним из таких мест, которые к северу Памзинтия. Вот солдаты эти оттуда перебрались поближе к цивилизации, в более крупные поселения побережья, а жители Веселого, приметив это местечко, решили туда перебраться. И вот они там жили вплоть до турецкого десанта, о котором я уже упомянул, и последующего переселения на территорию Адлера и основания поселка Адлер. А собственно Высокое, из которого они перебрались в Ахштырь, тоже долгое время не пустовало, его заселили греки понтийские, которые в то время из Османской империи перебрались сначала на Ставрополье, приметили на Береже хорошее местечко такое и заселили Высокое. Позже к ним присоединились также русские и немцы. Ну и можно еще отметить, что недалеко от них, тоже в первые же годы после Кавказской войны, поселились молдавские поселенцы, которые основали селение Молдавка. Оно и сегодня существует, там всегда были богатые садовые и табачные плантации, такая специфика вот хозяйственная Молдаван, и они до сих пор там проживают, хоть уже несколько смешались культурно. Вот такое многонациональное окружение у Адлера и в самом его составе тоже. В следующем видео мы отправимся дальше на север вдоль Мзымты к краснополянским курортам, поговорим о поселках, которые вдоль Мзымты расположены и об их особенностях. На этом у меня все. Не забывайте нажимать при подписке на колокольчик, чтобы получать свежие уведомления о новых видео на этом канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. Не забывайте заказывать книгу «Танцы, горы и каштановый мед», как раз есть свежий тираж. И до новых встреч, всем пока!